всем привет сейчас готовимся ехать наверно покосить покосить на сенаж покажу просто траву потому что один день блин такая вот погода облака дождь вчера был сегодня не передают завтра передают то есть уже два огорода запороли не успели дождь пошел жатку перебрали наши курицы у нас и эту траву перебрали сейчас визуально проверим наш комбайн немку 303 и поедем прокосим середина уровня вода акум у нас пока вот так стоит масса заводится у меня плоховато вода масло у меня с собой 5 литров к это вода полностью почему здесь вода залита потому что он стоит не работает ну сейчас покажу как он заводится так это у нас газ кто не знает это у нас скоростях задняя первая и транспортная 2 то есть рабочая и транспортно это жатко это у нас скорость вариатора это подъем опускание жатки вроде так или наоборот сейчас сейчас проверим тормоз эти два рычага у меня мертвые один ручник другой реверс жатки по моему сколько я помню так вот щелкает иногда схватывает иногда нет сегодня все нормально сейчас он напарника возьмем бим поедешь бим поехали бим поехали так ну вот на рычаг жатка у нас подняли вот так жатку ну и стоит на фиксаторе фиксатор опускается вниз подымается вернее снизу но он подымается опусканием вниз вот нейтралка сейчас сюда до конца и назад и у нас происходит движение также вперед будет движение то есть это вариатор без сцепления без всего она так работает ну будем уезжать сейчас я думаю что мало будет что интересного потому что я не смогу одной рукой снимать и ехать ну поедем на поле покажу что будет ну сейчас покажу как она едет то есть едем на рабочий первой второе тут по полю включать я не вижу смысла транспорта не второе транспорта вот так он выглядит с кабинами это я думаю даже особо здесь ничего показывать не вижу смысла ну процесс покажу из кабины и попробую так снаружи снять много косить не буду прокоса 3-4 пройду и начнем все ножа хоть десяток замотаем потому что уже время уходит погоды все нету в это время я уже всегда косил первые рулоны были сена так что так но вот так процесс идет жадка широкая и все канавы обходит то есть где-то больше оставляет едет т25 и подгребает под сенаж а ну вот такую стырню большой он оставляет и внимательно смотрю зажаткой за полотном потому что бывает сарая земля и бочками забивает вот в середине забила нож так ну ладно будет что интереснее покажу и сбоку постараюсь показать снаружи как весь процесс идет а пока наверно наверно стырня какая 10 сантиметров а маленько сыровато но вот такие валки я думал что рулона 2-3 будет 2-3 рулона будет так что плохие валки да ну гребет хорошо вообще да а косит он сидит тракторист а это директор да а а а а а а бим ты чё по четырехметровая получше а вот здесь бугор видишь а а здесь нету на здесь получается почти нормально здесь да то есть из-за неровности поле она так и выходит ну вот эти вот межа это как пахали они по и остались на сарова то все равно она так но 4 прокоса мы сделали сейчас попробуем сенаж замотать лишь если влезет этот все одно видео покажу масло гонит по моему с коренного да геморрой конечно еще тот так ладно но поехали итак где-то у нас времени на козьбу ушло час он сразу за все заволковал и вот сейчас едем уже зеленку подбираем то есть только скатили сразу эту зеленку закатываем это у нас будет сенаж сенаж будет как силос то есть влажный и кисловато такое но его очень хорошо поедают так что сейчас будем смотреть как это все у нас дело получится сейчас скажу сколько у нас времени у нас одиннадцать часов одиннадцать минут ну и посмотрим а сколько мы закатаем все это в пленку сейчас Миша пригонит обмотчик уновский а я как раз за это время все замотаю в прошлое года у меня распределитель мозги парил я постоянно его поджимал чтобы задняя крышка задняя крышка постоянно открывалась а сейчас этого не происходит мы поменяли распределитель все четко работает и манометр без всяких поджиманий доходит до красной черты я думаю что у нас будет здесь 6-8 рулонов ну посмотрим сколько получится но проехав 100 метров сейчас обмотку второй рулон уже на волке если так дело пойдет тут больше 10 рулонов будет но нам вдвоем может быть проблема закатать это все до вечера но думаю что справимся ладно будем смотреть что сейчас будет это у нас третий волок 7 рулонов уже есть и здесь будет ну пускай 5 12 сейчас покажу как это выглядит сейчас он поможет маленько возьми его на торец поставь посмотрим они говорят проваленные плохо закатанные то что у нас рулоны лепешкой в комментариях пишут что у вас хуёво мотает ну давай давай ну давай давай упрись повернешь его то есть вот реально здесь где-то 500-600 кг потому что я возил мтзуха захватами то перед подымает то есть косилка креновская где-то 650 кг там перед не очень ну нормально едешь а вот этот рулон едешь сзади на фу его подымает так что я думаю что не меньше 600 кг они и у нас выходит а сейчас еще траву покажу а маленько похабно косила но вот такая вот то есть вот это вот самое то что надо вот каливерок и вот мышиный горошек везде она невысокая как раз то есть почему высокая тимофеевка она херово для сенажа очень потом тяжело разбирать рулоны чем мельче у вас будет почему на импортных прессах стоят на сенаж эти спереди вальцы не вальцы а ножи чтоб измельчать эту траву и потом легче было ее давать а у нас как бы 46 на нем нету этого ротора гуд как он называться рот по моему ротор гуд простые вальцы вот такие ну а что делать мотаем им ну и следующее на обмотку покажу да сколько у нас вышло сейчас для истории надо где-то где-то где четыре рулона с волка да сам по четыре и здесь у нас уже первый ну да где-то будет три-четыре тоже на так чтоб на следующий год посмотреть сколько было опять снимаю из кабины вот такой сенаж у нас видно нет сейчас подъеду тоже покажу еду потихонечку так он у нас старый рулоны тяжелая подшипник проблема не крутится и подшипник раздавили внутреннюю втулку и слабо крутится ничего страшного но надо подшипники сделать и да качество то есть вот на хороших немецких вообще импортных здесь идут втулки пластиковые они лучше чем бумажные бумажные бывает попадает под дождь и пипец ладно наверное все 15 рулонов сейчас скажу сколько время в 10 мы начинали начинали 13 13 38 я покажу 30 20 30 40 30 30 70 50 Продолжение следует...